Вот уже на протяжении двух лет столичные водители могут регистрировать свои автомобили не только в ГИБДД, но и в трех флагманских офисах «Мои документы». Хорошие новости! В обозримом будущем офисов, оказывающих эту услугу, станет значительно больше. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Пилотный проект по регистрации авто- и мототехники во флагманских отделениях МФЦ признали успешным. И глава Кабмина разрешил распространить практику на другие офисы. В центрах мои документы можно будет как ставить, так и снимать с учета транспортные средства. Правда, список дополнительных отделений, оказывающих услугу, пока не сформирован. В правительстве лишь уточнили, что к проекту подключат офисы с нужной инфраструктурой, то есть те, что имеют территории под площадки для осмотра машин. Получить услугу может любое физическое лицо. Документы потребуются те же, что и в ГИБДД. Гражданский паспорт, договор купли-продажи или иная бумага, подтверждающая право владения транспортным средством, а также полис ОСАГО, диагностическая карта, ПТС и чек об оплате госпошлины. В настоящее время можно получить данную услугу, зарегистрировать транспортное средство, в трех флагманских офисах в Южном административном округе, в Центральном административном и в Юго-Западном. Для того, чтобы получить необходимую услугу, необходимо предварительно записаться на портале мост.ру либо на сайте госуслуг, подготовить необходимый комплект документов, а государственную пошлину можно оплатить непосредственно в МФЦ. Процедура регистрации автомобиля, мотоцикла или прицепа в МФЦ почти не отличается от таковой в ГАИ. Автовладелец записывается на прием, во время визита заполняет заявление, проходит осмотр машины, получает комплект номеров, ПТС с несенными отметками и новое СТС. Услугу оказывают сотрудники ГИБДД, для них во флагманских центрах моей документы выделен ряд отдельных окон. Инспекторы работают по графику МФЦ, то есть ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Процедура регистрации автомобиля занимает порядка 20-30 минут. Однако записаться на прием не так просто, у очень много желающих. Так с момента запуска проекта услугой воспользовались почти 100 тысяч человек. Когда проводить регистрационные действия начнут в других офисах МФЦ, пока неизвестно. Впереди межведомственные согласования и подготовка отделений к расширению функционала.